Плюсы и минусы. В Бабруйском горосполкоме подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Обеспечено выполнение прогнозов показателей. Кто в лидерах по выполнению бизнес-планов? Время сиять. В стране стартовала акция «Не будь невидимкой на дороге». Обеспечение безопасности детей – задача взрослых. Как сохранить самое ценное. Жаркий бой. В городе прошел турнир по боксу. Города приехали к нам. Минск. Молодечно. Гомель две команды привез. Сколько участников собрало первенство. А также шаг в новации, счета в банке и домик в деревне. Рынок недвижимости в сельской местности набирает обороты. Куда обращаться при покупке жилья? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Важно все. От идеи до воплощения. Президент провел совещание по вопросу совершенствования системы планирования стратегических проектов. Шоковая перенастройка в мировых политических, экономических, финансовых отношениях побуждает каждую страну думать не только о защитных и компенсирующих мерах. Надо просчитывать дальнейшие перспективы развития национальной экономики, а значит и государство, отметил Александр Лукашенко. При этом труды ученых не используются массово. До производства доходят не все новые разработки. Есть другое направление. Создание новых производств. Ну, к примеру, атомная электростанция. Мы же вообще не в зуб ногой, как в народе говорят, ничего не умели в этом плане делать. Сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго и журналистов своих, и вас уговаривал о том, что надо атомную станцию построить. Да, у нас народ чернобыльский, трудно, но это мое решение. Я пойду и приму это решение. Надо ее построить. Ну, выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня, я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Беларусь сегодня выпускает крупнейшую на планете карьерную технику. Есть космические программы, разрабатываются и испытываются продукты инновационной биомедицины, которые не имеют мировых аналогов. При этом нужно более углубленно развиваться в разных направлениях. И отвечать за стратегически важные проекты будет не только правительство, но и губернаторы, подчеркнул на совещании президент. Повышенное внимание в стране стартовала республиканская профилактическая акция «Не будь невидимкой на дороге». Сокращение светового дня, понижение температуры и атмосферные осадки усложняют обстановку на проезжей части. В такую погоду участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Водителям не совершать резких маневров, быть готовыми к внезапному появлению на проезжей части людей, а пешеходам пользоваться фликерами, переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успевают остановиться. Наряды ДПС усилят контроль на аварийно-опасных участках дороги и пешеходных зонах, особенно в темное время суток. Повышенное внимание людям в нетрезвом состоянии. Новый законопроект «Рост пассажироборота и историческая память» За 2023 мемориальный комплекс «Хатынь» посетили почти 450 тысяч человек со всего мира. Какие страны в топе? Громкие сголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси предложили законопроект, согласно которому граждан смогут вызывать в военкомат и на службу с помощью СМС-оповещений. Новый документ обяжет тех, кто состоит на учете, сообщать о смене номера телефона. Операторов связи по запросу военкоматов и областных управлений КГБ в течение недели рассылать сообщения о призыве, а также предоставлять сведения об абонентских номерах. Беларусы смогут удаленно открывать счета в российских банках. В правительстве соседнего государства утвердили перечень стран, в которых у граждан появляется возможность пройти идентификацию для проведения финансовых операций. В списке 25 государств, среди которых и страны СНГ. Также в перечне Алжир, Бразилия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турция и другие. Рынок недвижимости в сельской местности набирает обороты. Новый импульс ему придал 116-й указ президента, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую величину. С начала 2023-го в Беларуси по такому принципу было продано 620 домов, из них в Могилевской области 127. Для приобретения жилища в деревне необходимо обратиться в местный исполнительный комитет. В январе-сентябре в Беларуси почти на 9,5% вырос пассажирооборот, сообщает Белстат. Услугами общественного транспорта воспользовались более миллиона человек. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Услуги пользуются спросом благодаря доступности проезда и комфортных условий. За 2023-й мемориальный комплекс «Хатынь» посетили почти 450 тысяч человек из разных стран. Из общего числа около 115 тысяч познакомились с экспозицией нового музея. За время его работы с марта этого года здесь побывали гости из более чем 30 стран. Никарагуа, Израиля, Мьянмы, Италии, Индии, Египта, Ирана, Кении, Китая, Кубы и другие. К слову, это один из самых впечатляющих мемориалов Второй мировой войны во всей Европе. Важный диалог в Бобруйском горсполкоме подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Специалисты отмечают положительную динамику во многих направлениях. Все ключевые показатели выполнены. Привлечено порядка 226 миллионов рублей инвестиций. Из них около 67% строительно-монтажной работы, почти 30% производства. В промышленности основные объемы – Белшина, ТДИА, Красный пищевик, ТАИМ, завод растительных масел. Во внешнеторговой сфере за прошедший период городам обеспечено выполнение прогнозных показателей. Темп роста экспорта товаров без учета республиканских организаций составил за январь-август 112% при задании на 9 месяцев 102,5. Темп экспорта услуг – 106,1% при задании 103,2. От успешной работы предприятия зависит социальная стабильность. На 21 промышленную организацию приходится более 80% объемов производства города. В лидерах по выполнению бизнес-планов развития – «Славянка», «Бабрыск», «Трикотаж», «Завод биотехнологий», «Машиностроительный», «Домочай», «Комбинат хлебопродуктов» и другие. Более подробное расскажем уже в это воскресенье в 20.30 в программе «Итоги недели». Большое сердце министр труда и социальной защиты в рамках родительской недели посетила «Бабрыск». Ирина Костевич приехала не с пустыми руками, побывала в нескольких социально значимых местах. Дождливый серый день разбавили красками теплые слова и подарки. Юлия Вернер расскажет. Ирина Костевич посетила многодетную семью Бабковых и поздравила главу с предстоящим Днём Отца. В холодный день прозвучали самые тёплые пожелания. Не обошлось и без подарков. Каждому ребёнку индивидуальный презент. Для родителей – бытовая техника и предметы интерьера. После торжественного вручения – уютное чаепитие. Поддержка семьи, поддержка мастеринства и отцовства – это национальный приоритет. Исходя из этого, выстроена вся государственная политика. Мы не делим на маму и папу, потому что у них одинаковая, равная ответственность за счастье и благополучие семьи. С 2020 года мы внесли, на мой взгляд, очень тоже интересную норму, которая как раз и направлена на усиление роли отца в воспитании детей. Ещё один дополнительный отпуск, краткосрочный, на 14 дней, в первые 6 месяцев после рождения ребёнка. Многодетный отец Андрей Бабков – ремесленник. Занимается заточкой и ремонтом инструментов. Пара воспитывает 12 детей – шестеро своих и шестеро приёмных. Первого ребёнка взяли в 2014-м. Материнский капитал позволил семье построить большой дом для удобства и комфорта всех. Я вообще люблю детей. Я сам на газетной семье, в общем-то. И мне нравится с ними заниматься. Я считаю, что если ты поучаствовал в судьбе, в чужой, в судьбе ребёнка поучаствовал, то в лучшую сторону поменялось у него что-то. Это уже великое дело. Также министр посетила Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. В этом году учреждению исполнилось 70 лет. Сейчас в нём проживает больше 300 человек. Всего в Беларуси 91 учреждение такого типа. 9 из них для детей. К коллективам тут ранее работающим и настоящим создаются все условия для того, чтобы дом-интернат стал уютным, комфортабельным домом, стал их защитой в жизни. В Бобруйском доме-интернате проживают люди разного возраста с высокой степенью потери здоровья. Для комфортного пребывания создаются домашние условия. Программа включает в себя сбалансированное питание, реабилитацию с квалифицированными специалистами, разнообразный досуг для достойного качества жизни. Конечно, приоритет у нас, в государстве, это максимально, чтобы человек продолжал проживать у себя дома. Потому что домашние условия, бесспорно, это комфортно как для человека, и в плане восстановления, и в плане решения бытовых вопросов. Для этого в государстве выстроена система территориальных центров социального обслуживания. Подарком для министра стал праздничный концерт. Социальная сфера – важная часть жизни каждого из нас. В республике созданы все условия для ее развития. Помощь многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, детям. Беларусь по праву может считаться лучшей. Юлия Вернер, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Держа удар, в Бобруйске прошел один из самых крупных турниров по боксу среди юношей. Соревнования в честь ветеранов Бобруйского бокса собрали рекордное количество участников. Более 170 человек с разных уголков страны. Наш город представили 10 команд. Этот турнир в этом году получился один из самых представительных. И по количеству участников, и по качеству участников. Приехало к нам 173 боксера из 7 городов. Это 10 команд. Города приехали к нам в Минск. Молодечно. Гомель две команды привез, отправил к нам, командировал. Жлобин, Светлогорск. Соревнуются юные бойцы от 10 до 17 лет. Победитель получает звание чемпиона открытого первенства Бобруйска по боксу. Этот титул даст уверенное продолжение в карьере спортсменов. А также место в списках лучших единоборцев страны. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА